Приветствую вас на канале Сам Себе Мастер. Светодиодная лента реализуется как правило в катушках по 5 метров. На одном конце ленты, а иногда и на двух, имеются провода, к которым можно подключить блок питания. Иногда возникает необходимость разрезать светодиодную ленту на части, в связи с чем остаются куски ленты без проводов. Чтобы можно было использовать такие куски ленты, можно их соединить или припаять к ним провода. Лучшим и надежным соединением является пайка, поэтому нам понадобится паяльник мощностью желательно не более 25 Вт, канифоль, припой и медные провода, желательно разного цвета. Для начала нужно зачистить кончики проводов от изоляции. Для удобства покрытия припоем достаточно зачистить примерно 5 мм. Теперь нужно покрыть очищенный от изоляции провод припоем. Для этого кладем провод на канифоль, а жалом паяльника касаемся медного провода. При этом канифоль проникает внутрь скрученного провода. Затем с помощью паяльника покрываем медный провод припоем. Припой должен полностью покрывать провод со всех сторон и заполнить все пространство между медными проводками. Второй провод покрываем припоем таким же образом. Бокорезами удаляем излишки провода, чтобы провода во время эксплуатации светодиодной ленты не замкнулись между собой. Достаточно оставить примерно 2 мм. Теперь необходимо покрыть припоем контакты на ленте. Набираем на жало паяльника немного припоя, затем канифоли и сразу же касаясь одного из контактов ленты, производим как бы втирающие движения. Как только вы увидите, что припой закрепился на контакте, убирайте паяльник, чтобы не перегреть светодиоды. Затем удаляем излишки канифоли вокруг контактов. Если на ленте не образовалась небольшая капелька припоя, то набираем на жало паяльника немного припоя, затем прикладываем подготовленный нами ранее провод к контакту светодиодной ленты. Острым концом жала паяльника касаемся контакта ленты, а плоской стороной жала провода. Как только припой на проводе и на ленте соединятся в одну каплю, убирайте паяльник. Если вам необходимо соединить несколько кусков ленты между собой, можно использовать одножильные провода. Добыть их можно из вот такого, по-простому сказать, интернет кабеля, который маркируется как UTP. Внутри него находятся одножильные провода, которые нам вполне подойдут. Для начала очищаем медные проводки от изоляции, затем покрываем их канифоли и припоем. При соединении двух кусков светодиодной ленты расположите их таким образом, чтобы контакты, обозначенные знаком плюс, были друг напротив друга, так как нужно припаять плюс к плюсу, а минус к минусу. Припаиваем провод к одному из контактов и затем обрезаем его, оставив небольшой кусочек для соединения с другим куском ленты. При пайке второго куска ленты к соединительным проводам приложите металлический предмет, ну, например, ножницы, чтобы провода не отпаялись от первой ленты. Если предполагается соединенную таким образом ленту наклеивать на металлическую поверхность, необходимо изолировать провода, соединяющие ленту. Это можно сделать изолентой, клеевым пистолетом или термоусадкой. Ну, проверяем работоспособность нашей ленты. Все правильно припаяно и подключено. Жду ваших мнений, отзывов и комментариев. Задавайте интересующие вас вопросы. Оставляйте заявки на видео по электрике. Это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео. Если вам нравится такой формат учебных видео, подписывайтесь на канал. Предлагаю вам другие видео на моем канале Сам Себе Мастер, которые вы можете посмотреть, кликнув на заинтересовавшее вас видео. Продолжение следует...